Приветствую вас, друзья! Думаю, многие из вас ели сыр с плесенью, так как это реально популярный продукт во всем мире. И многие понимают, что сама плесень вредна для здоровья. Например, никто не будет есть хлеб с плесенью, а сыр многие едят. Так почему же так происходит? Может на сыре какая-то другая плесень? Давайте попробуем разобраться в этом интересном вопросе. Погнали! Согласно исследованиям, на данный момент в мире существует порядка 300 тысяч видов плесени. Правда, в поседневной жизни мы встречаем лишь малую их часть, а на продуктах питания и вовсе не больше 20 видов. Откуда же берется плесень, спросите вы? Правильный ответ – отовсюду. Да, к сожалению, споры плесени есть в воздухе, на растениях, мебели и практически везде. Как только споры попадают в питательную влажную среду, они начинают активно расти и размножаться. И вот мы уже видим знакомый пушистый налет самых разных оттенков. Не стоит думать, что плесень появляется лишь в теплых помещениях. Погреба и холодильники также вполне пригодны для ее существования, ведь главным критерием является уровень влажности. Ну а теперь давайте поговорим о сыре с плесенью и почему эту плесень можно есть. При производстве сыра с плесенью используется особый вид грибов. Если обычная плесень содержит соединения, которые токсичны для человека, то благородная выделяет антибиотики, которые подавляют рост нежелательных бактерий. Но, как и любой продукт, сыр с плесенью может портиться. У него появляется очень резкий и неприятный аммиачный запах. Также он меняет структуру, становится не таким гладким, а липковатым, рыхлым и легко крошится. Есть два вида плесени, которая используется при приготовлении сыров – белая и голубая. В голубом сыре полостей, заполненных плесенью, должно быть немного. На вид он слегка рыхлый, влажный и нежный и не должен рассыпаться. Белый сыр должен иметь легкий пенициллиновый запах. Его корочка светлая, обычно белого цвета. Вкус с легкой кислинкой или горчинкой. Дырочек в сыре должно быть совсем немного, иначе он считается не совсем качественным. Сухой слой вдоль корочки может говорить о том, что сыр долго хранился. Стоит помнить, что благородная плесень выделяет антибиотики, которые могут вызвать различные аллергические реакции в организме. Поэтому таким деликатесом не стоит злоупотреблять. Так а почему же нельзя есть продукты, которые заплесневели? Если у сыров с плесенью еще есть плюсы, то продукты, на которых поселилась обычная плесень, точно стоит без сожаления выбросить в мусорное ведро. Чем же опасна плесень, поселившаяся на еде, и к чему она может привести, попав в организм? Во-первых, любая плесень – это сильный аллерген. Даже если вы никогда ни на что не реагировали, не рискуйте и тем более не кормите подобным детей. Во-вторых, плесень часто содержит микотоксины, и они имеют свойство накапливаться в организме и разрушать клетки печени, почек, нарушать работу нервной системы, вызывать рвоту и понос. И в-третьих, грибок редко разрастается в продукте один. Как правило, в паре с ним работают вредные бактерии. А потому за плесневелым продуктом можно банально отравиться. Друзья, а вы любите сыр с плесенью? Напишите в комментариях. А на этом все, пока!